Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец. Ему 27 лет, рост 185 сантиметров, вес 68 килограммов 900 граммов. Бронзовый призер Кубка России по тайскому боксу. Чемпион центрального и северо-западного федеральных округов по тайскому боксу. Профессиональный рекорд. 9 боёв, 5 побед, 4 поражения. Из города Нижний Новгород, Россия. По прозвищу Секс-Машин. Приветствуйте! Евгений Воронцов! А в красном углу ринга его соперник. Ему 26 лет, рост 180 сантиметров, вес 69 килограммов ровно. Двукратный чемпион России по французскому боксу Сават. Серебряный призер чемпионата мира по Сават. Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу. Профессиональный рекорд. 11 боёв, 9 побед, 1 поражение, 1 ничейный результат. Из города Краснодар, Россия. Приветствуйте! Данил Винник! Рефери в ринге Евгений Никитин. Пожали руки. Соблюдаем правила, слушаем мои команды. Удачи обоим по углам. Ну что ж, друзья, титульный бой по Ки-1. Евгений Воронцов, Данил Винник. Нижний Новгород, Краснодар. Мощная связочка. Краснодар. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Хороший сейчас тай-кик. Хороший сейчас тай-кик. На дистанции пока по большей части работают оба бойца. Обмен лоу-киками. Хорошо сейчас Данил Винник выбросил комбинацию с рук. Миддл-кик. Ответный в исполнении Евгения Воронцова. Активно джебом работает краснодарский боец. Удар с разворота. Еще раз удар с разворота в исполнении Данила Винника. И окончен первый раунд, который прошел в большей степени в такой разве... Второй раунд. Итак, второй раунд чемпионского боя. Данил Винник и Евгений Воронцов. Хорошо сейчас по корпусу пробил Евгений Воронцов. Миддл-киком. Сайдкик в исполнении Данила Винника. Поджимай, поджимай. Лоу. И тут же боковым навстречу присаживает Данил Винник. Качай, качай, качай. Еще один сайдкик по корпусу от Данила Винника. И в очередной раз бьется разворота по корпусу Данил Винник. Тут же бросает джеб на средней дистанции. Хороший боковой от краснодарского кикбоксера. Еще один боковой тут же по корпусу заряжает Данил Винник. Мощные размашистые удары у краснодарца. Пока что удается выдерживать этот натиск Евгению Воронцову. Вовремя выбрасывать защиту в большинстве случаев. Но посмотрим, как долго это может продолжаться. Ну вот и последовали контрудары от нижегородского бойца. Данил Винник. Еще раз бьется разворота краснодарец. И флайн-ни. Летящее колено в исполнении Данила Винника. Вот тактически грамотно действует Данил Винник. То есть выбрасывает какую-то точечную цельную атаку. И тут же отходит. То есть разрывает дистанцию. И пытается контрить Евгений Воронцов. И вместо попадания, скажем так, в цель просто рассекает воздух. Итак, третий раунд титульного боя. Активно местная публика поддерживает Данила Винника. Кричит Даня, Даня. Но пока что Даня не дает поводов для упрека. Ни публике, ни тренерскому штабу. Хорошо сейчас. Голова, корпус. Отработал Данил Винник. Бросает джеб Евгений Воронцов. И еще одно летящее колено приходится в корпус. От Данила Винника попадание боковым в челюсть. Бэквист. Постепенно включает форсаж Данил Винник. В очередной раз бьет с разворота Данил. К nights час. Кричит Данил Винник. К н nível ветер temperа, напряжение и минуты. Бережим ветер. Кера, пройщик你的 шум having и mind. К tua, на него правилES. Кive blondes. Каверина Gutverik. К Where is this? Какая миленькая лztэта? Наш байка молитв уже в decree. Гар Guidahoe его в sebelish himself. Завязались в клинче и расцепил судья. И вот теперь надо, конечно, включать обороты Евгению Воронцову, потому что пока что все складывается явно не в его пользу. Переигрывает его, перебоксирует, перебивает Данил Винник. Это очевидно. Хотя нельзя, конечно, не заметить того старания, которое демонстрирует Евгений Воронцов. И вот еще одно попадание боковым справа от Данила Винника. Аперкот. Такие плотные удары у краснодарца. И вот хорошо сейчас огрызнулся двоечкой Евгений Воронцов. Еще один джеб. Миддл кик, но не самый сильный. Вот сразу с внешнего лоукика начал этот бой. Евгений Воронцов, простите, бой. Какой бой? Раунд. Бой уже давно в разгаре. Бой уже давно в разгаре. Выбрасывает хай-кик. И тут же добавляет бэквист Данил Винник. Лоу. Очень хорошо функционально готов Данил Винник. Четвертый раунд, и он все так же резво и свежо кидает удары. Но вот понадобилось небольшое вмешательство извне, чтобы полноценно продолжать этот поединок. Внутренний лоу от Евгения Воронцова, и тут же навстречу ему джебом в ближней дистанции. И теперь правый прямой от Данила Винника. Данил Винник. Да, друзья, отлично мы бой с вами наблюдаем. И несмотря на такую яркую, умную работу в исполнении Данила Винника, нельзя не отметить, конечно, Евгения Воронцова, который ищет свой шанс. Пусть и Винник по большей части проводит этот поединок ярче, самобытней. Но бой действительно достоин звания чемпионского. И вот так вот перебивал, выигрывал, по сути дела, поединок Данил Винник и оказался в техническом нокауте, чем он категорически не согласен. Потрясающая силу воли, волю к победе продемонстрировал Евгений Воронцов. Вытащить такой тяжелый бой. Евгений Воронцов. Не знаю, друзья, стоит ли называть это лаки-панчем. Потому что все-таки в одну калитку... Женя Воронцов в тот бой не проигрывал. Он, да, в большей части работал вторым номером, но нашел свой шанс. Боец синего кларинга Евгений Воронцов. Ну что ж, поздравляем, Евгений Воронцов. Дорогие друзья, дорогие краснодарцы, дорогие гости нашего города и участники соревнований. Я хотел бы сказать о том, что сегодня в городе замечательный день, как и по всей России, по всему миру. Сегодня Олимпийский день. И целый день в городе проходят разные соревнования. Но надо сказать, что здесь, присутствуя на этих соревнованиях, я ощутил особый дух соперничества, борьбы, наверное, присущие только этому виду борцовских единоборств. И я хотел бы в вашем присутствии поздравить сейчас победителя Евгения Воронцова в этом бою с чемпионским титулом и вручить ему чемпионский пояс. Ну что ж, еще раз всем душе поздравляем Евгения Воронцова с этой победой, невероятно волевой и тяжелой. Как говорится, сквозь кровь и пот. Дорогие друзья, я, конечно, поздравляю победителя, но хотел бы выразить и огромное удовлетворение от той борьбы, которая показана Данилом Винником, краснодарцем. Я надеюсь на то, что у него впереди будет очень много боев замечательных и будет очень много побед. Я пришел сегодня специально для того, чтобы и поздравить победителя, и для того, чтобы сказать огромное спасибо нашим клубам, и в частности бойцовскому клубу «Кузня», который воспитывает таких ребят, которые, безусловно, будут побеждать во многих соревнованиях, которые создают особый дух вот в нашем городе. Дух спорта, дух того, что город Краснодар спортивный город, в нем 18 олимпийских чемпионов проживает, в нем чемпионы мира, Европы, по многим видам спорта. И думаю, то, что я сегодня увидел, это то, что нужно нашей молодежи в городе, это то, что их подвигает к здоровому образу жизни, к тому, что очень многие молодые люди занимаются у нас в таких клубах, и бойцовских клубах, и спасибо им за это, и счастлив от этого весь наш город. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником, всем желаю и хорошего настроения, и таких прекрасных соревнований, и побед. С праздником, дорогие друзья! Ну что ж, друзья, у нас остался главный бой сегодняшнего карда «Прайм Селекшн-2016». Это противостояние опять по правилам смешанных единоборств между представителем Германии Роберто Солдичем и бойцом из Киева, из Украины Ярославом Амосовым. Пока не начался этот бой, хочу еще раз вам напомнить, что в социальной сети ВКонтакте есть наша группа телеканала «Матч Боец», где вы можете ознакомиться с наиболее яркими и интересными событиями, которые происходят в мире единоборств, и стать участником многих интересных форумов. Спасибо за благодарность. Во-первых, моему тренеру, который привел меня к этому. Также поблагодарить организаторов в лице Алексея Яценко, который тоже предоставил мне эту возможность. Безусловно, огромнейшее спасибо моему сопернику Даниилу. Ты настоящий воин. Также еще хотел поздравить с днем рождения нашего директора, директора нашей детской юношко-спортивной школы Светлану Юрьевну Шулакову. И еще один мой друг попросил сделать ему подарок на день рождения. Серег, это тоже для тебя. Все, всем спасибо большое. Субтитры делал DimaTorzok